Давно не было выпусков про Озон и это дело нужно исправлять. Так что встречайте, трафареты от Озон. Поехали! Многие слышали о рекламных возможностях Озон, что все это работает, у них очень клевая реклама. Сегодня речь пойдет о трафаретах. Это один из способов продвижения вашего товара на площадке Озон. Определенные выделенные места на самом Озоне, на портале Озон, выделенные под рекламу, где вы сможете продвигать свой товар. Трафареты работают автоматически, то есть при добавлении ваш товар в систему, трафареты сами будут подбирать, в каких местах их показывать. Может быть показывать абсолютно везде, в зависимости от ставки. То есть они будут догонять покупателя. Вот нам здесь приводят несколько примеров над выдачей в поиске. То есть вот этот блок, это вот он как раз таки идет в трафарете. Дальше. В самом поиске, то есть в естественной выдаче, он будет подсвечиваться, то есть вот этот трафарет ваш будет подсвечиваться цветной подложкой. Вот в данном случае мы видим фиолетовую подложку. Дальше. Спонсорские товары, это которые идут внизу под карточкой. Тоже трафареты. Дальше. Рекомендательная полка, это когда вот в корзине вы уже оформляете заказ, на стадии клиента, находится на стадии оформления, ему внизу там догоняют, вот дозакидывают. Дальше. Также на мобильных телефонах все это работает, трафареты также работают на мобильных устройствах. Таким образом мы понимаем, что трафареты получают, гарантируют максимальный охват вашей карточки. Это одновременно и плюс и минус. Ну плюс он естественный, то есть вашу карточку видит больше людей. Минус. Минус в чем? Если CTR вашей карточки низкий, то есть на тысячу показов у вас мало кликов, то соответственно вы будете сливать бюджет, потому что люди не будут переходить. Почему карточка может быть малоконверсионной, то есть с низким CTR, там цена, картинка, наличие видео, какая у вас картинка, какая у вас инфографика, название, описание, характеристики. То есть вот это все вкупе влияет на конверсию. Соответственно если у вас конверсия низкая, то вы будете просто сливать бюджет. Итак, мы с вами разобрались, где показываются трафареты, давайте теперь посмотрим, как ее правильно настраивать, где это вообще все находится. Все, вся реклама и продвижение находится у нас где? Во вкладке продвижения. Здесь у нас есть трафареты. Вообще Озон мне чем нравится, здесь все очень грамотно расписано, вы можете почитать. Если зайдете, нажмете на само продвижение, у вас здесь все в принципе есть. Но конечно же лучше посмотреть ролик на канале Анатомия Дела, где мы все прогоняем через себя и потом вам все это дело выдаем. За это нужно подписаться, поставить лайк, написать комментарий и заводим наш первый трафарет. Наводим на продвижение трафареты. Здесь все максимально просто. Право нажимаем на кнопочку создать компанию, наводим сюда в принципе. У нас здесь все три доступные вообще рекламные возможности площадки Озон. В данном случае мы будем трафареты разбирать. Попозже запишем продвижение в поиске, если вы поставите много лайков, напишите много комментариев и напишите давай видео про продвижение в поиске, то мы выпустим такой же ролик про продвижение в поиске. Брендовая полка это вообще вам не должно вас интересовать, если вы не какой-то крупный бренд. Поэтому заходим в трафареты. Здесь нужно понимать. Трафареты сейчас работают только в формате оплата за 1000 показов. Есть формат оплата за клик, но они доступны в тестовом режиме нескольким кабинетам. Собственно, если вам повезло, то попробуйте. У меня не доступно ни в одном из моих кабинетов, поэтому пользуемся оплатой за 1000 показов. Здесь пишем собственно, что за компания. Допустим, мы напишем тест. Выбираем категорию. Категорию мы выбираем. Так, что мы будем рекламировать? Ну, собственно, не столь важно. Выберем любую. Выберем электроника, офисная техника. Бюджет. Очень советую ставить бюджет. То есть это дневной бюджет. Минималка 500 рублей. Меньше нельзя поставить. Ставьте минимальный бюджет. Я вам вот 100% говорю. Вы можете просто отвернуться, и у вас там минус 30 косарей, и вы этого даже не поймете. Поэтому ставьте бюджет. Если у вас уже четкий, понятный бюджет, там за неделю хотите потратить 50 тысяч, тогда раскидайте на неделю и впишите тот бюджет. Но я ставлю, особенно в начале для теста самой рекламной кампании, я ставлю всегда минималку 500 рублей. Нажимаем создать кампанию. Здесь вам всплывает окошко. Оно абсолютно новое. Оно появилось буквально вчера. Здесь идет автоматическое добавление товаров. И я понимаю, что все товары, которые я буду добавлять в эту категорию, я буду их запускать в рекламу. Соответственно, чтобы это не делать постоянно, ставим здесь галочку автоматически добавлять новые товары. И они все будут автоматически добавляться. Не хотим, убираем и нажимаем редактировать товары. Переходим. Вот он как раз таки у нас уже все добавил, подтянул из-за того, что мы выбрали категорию. И та категория, которая выбрана, собственно, подтянулись все товары сюда. Если нам что-то не хватает, то мы просто выбираем, убираем, добавляем. То есть все делаем как хотим. Вот выбрали один товар, нажимаем, добавить товары. Все, первичная настройка рекламной кампании в трафаретах готова. Осталось только нажать, вот эту переключалку включить для того, чтобы... Я выключу. Для того, чтобы включить саму рекламную кампанию, чтобы она запустилась. Ну и самое главное, выставить конкурентную ставку. Касательно конкурентной ставки. Я уверен, что конкурентная ставка на Ozone, так же как и на Wildberries, она завышена. Может быть не настолько, как и на Wildberries, но она так же завышена. Поэтому рекомендую вам тестировать от меньшего к большему. Ставим какую-то минимальную ставочку. Смотрим, какие мы охваты получаем. Если их мало, повышаем ставку. Если их достаточно, можем даже снизить, либо оставить так. В данном случае, сейчас у нас ноябрь месяц. Сезон повышенных продаж. И Ozone убрал минимальную ставку. То есть сейчас, вот как вы видите здесь, я поставил 2 рубля. Вот могу поставить 3 рубля. Но после этого, то есть, либо до этого, всегда была минимальная ставка 35 рублей. И я вам скажу, что многие товары у меня, то есть бюджеты прям сливались при 35 рублях. Поэтому я сделал выводы, что ставки завышены. Хотя мне показывалась там ставка типа а-ля 100-120 рублей. Я ставлю 35, при этом получаю огромное количество охвата. Тестируйте от меньшего к большему и, собственно, не ошибетесь. Ну допустим, вот хороший пример. Мы создали вот здесь рекламную кампанию. Здесь стоит бюджет 500 рублей, как и говорю вам. Расход 2500. Давайте зайдем, посмотрим, какая она ставка. Ставка стоит 10 рублей, видите. Хотя конкурентная 75. При этой ставке, при 10 рублях, представьте, если бы я поставил 75 рублей. При 10 рублях у нас имеется что? За последние 7 дней расход 2500. При этом мы всего получили один заказ. В школу не ходи, понятно, что здесь что-то не то. Но не стоит торопиться, кипишевать. Все нужно взвешивать, понимать, сколько охвата было получено, какая конверсия и так далее. Показы. 50 тысяч показов, это немало показов. Но, что самое главное, CTR у нас 2%. То есть мы получили тысячу кликов на 50 тысяч показов. Я делаю для себя так. Я понимаю, что 50 тысяч показов, они не капец какие конкурентные. Потому что места, как я и говорил, допустим, та же корзина, блоки между карточкой и отзывами. Я уверен, что они не конверсионные. Поэтому я делю эту цифру на 2. У меня получается где-то 20-25 тысяч показов. Соответственно, у меня CTR будет в 2 раза больше, 5%. Примерно хороший CTR это 9-10%. Ну, в зависимости от категории товара, но примерно 10. То есть я понимаю, что по CTR нам нужно еще поработать. То есть у нас плохая конверсия, у нас плохая кликабельность на рекламу, на саму карточку. Значит, что-то, либо картинка плохая, либо еще что-то плохое. Нужно поработать с кликабельностью. Дальше. Заказы. Заказов мало, очень мало на такое количество показов. Проверяем цену. Проверяем. То есть первым делом, что я сделаю сейчас, в первую очередь проверю карточку, чтобы у меня было название правильное, чтобы у меня была карточка правильная, картинка кликабельная. и попытаюсь поиграться с этим, чтобы повысить CTR, чтобы получить на те же охваты, получить больше кликов. Вот задача повышения CTR. Также поработаю с ценой, посмотрю, я в рынке, не в рынке, может быть у меня все хорошо, у меня кликают, но меня не покупают, потому что есть такие же аналогичные товары, но дешевле. Вот что вы должны делать. Вы должны постоянно держать руку на пульсе, контролировать расходы, контролировать CTR, думать, задавать вопросы, что я получаю. Не сводить никогда итог к тому, что типа, ну короче, потратил 5000, заказ у меня один, не работает, выключить. Вопросы, почему не работает? Если ты задашь все эти вопросы, сам себе на них ответишь, и ответ будет очевиден, типа, у меня дорого, я продавать не смогу, я не конкурентен, или еще что-то, тогда убирай это, вообще тогда таким товаром лучше не заниматься, в принципе. Но прежде чем делать какие-то выводы, нужно задать эти вопросы, провести аналитику, скорректировать какие-то моменты, протестировать еще одну неделю, и сделать промежуточные выводы. Важные нюансы, которые нужно знать про трафареты и продвижение карточек на Озон. Описание в карточке на Озон не индексируется. Что это значит? Это значит, что напихав туда ключевых запросов, вы никак не продвигаетесь. Описание не индексируется, оно не влияет на продвижение товара. Хотя все равно где-то, где-то в глубине оно по-любому хоть чуть-чуть, но влияет, это я уверен. Но официальное заявление Озон, что описание не индексируется. Но трафареты читают описание, берут из них ключевики, для того, чтобы понять, где вас показывать, в каких категориях, какому клиенту, куда прилепить. То есть трафарет, это как искусственный интеллект, ну, наверное, никак, это и есть искусственный интеллект, его будут допиливать, дописывать, его будут обучать, причем, здесь сразу забегу вперед, ваша рекламная компания, если вы с ней будете работать, она будет со временем становиться лучше, она будет становиться умнее. Может, люди, которые занимались СММ или продвигают свои соцсети, знают, что, допустим, в том же Фейсбуке, запрещенной в России организации, рекламу нужно было обучать, то есть нужно делать тесты, нужно откатывать какой-то бюджет, и реклама с каждым месяцем становится все умнее и умнее. Здесь практически то же самое, они пойдут по тем же путям. Поэтому дайте время, обучайте, изучайте сами, обучайте сами, меняйте, корректируйте вот эти тонкие настройки, с ними нужно играть, и описание в том числе. Вот, допустим, мы видим здесь описание, да, сумка женская, там, коляски, для коляски, для одежды. Вот, если, ну, говорить четко про трафареты, то вот это описание скорее плохое, чем хорошее для трафаретов. Что мы здесь имеем, это женская сумка, да, сумка женская, черная, кожаная, классическая, вечерняя, повседневная, большая. Но вот здесь мы видим, что в названии они как бы запихнули кучу ключевиков, но в описании нет. Видимо, они как раз таки знают, что описание не индексируется, но они знают, что для трафаретов это важно. Поэтому подбирайте в описании те ключевики, по которым реально имеет непосредственное отношение ваш товар. Не надо с целью напичкать около ключевиков, то есть собрать там семантическое ядро в 2000 ключевых запросов, напихать его туда, вы будете сливать бюджет, потому что роботы будут показывать вас в разных категориях, может быть нерелевантных вашему товару. Поэтому имейте это в виду и описание составляйте таким образом, чтобы, собственно, оно попадало, было релевантным запросом. Что мы все о плюсы, да и плюсы, надо сказать пару минусов. Их всего лишь два, которых я так мог быстро накидать. Первый я уже вам озвучил, это он же плюс и минус. Количество, большое количество охвата, нет минимальной стоимости. Сейчас она есть, но когда 35 рублей, иногда это много. Сливается бюджет, очень быстро ты не успеваешь ничего настроить, получаешь какой-то большой охват, кликов мало, начинаешь сомневаться сам, хотя, собственно, сам все понимаешь. Но, тем не менее, это такой плюс-минус. И самый большой минус, нету минус-слов. Что такое минус-слова? Минус-слова это, допустим, если я хочу, настраиваю рекламную кампанию, и хочу показываться по определенным запросам, да, там сумка женская, сумка женская, черная, сумка женская, еще какая-то. Но роботы берут и меня рекламируют, допустим, по запросу сумка клетчатая для рынка, там, я не знаю, вот эти, которые там, баулы или как они там называются. Я не хочу рекламироваться по вот этим запросам. Я беру, минусю это слово, то есть кидаю его в минус-слова, и объясняю роботу, что не нужно показывать мой товар по вот этому запросу. Это минус-слова. Здесь идет отсылка к тому, что трафареты, супер искусственный интеллект, они сами все, вы сделаете свою работу правильно, свою работу это имеется в виду правильно создавать карточку, описание, название, все, что я говорил выше. А мы типа сами знаем, куда показать ваш товар. Но это коммерческая организация, понятное дело, они будут завышать цены чуть-чуть, на 20% завысили цену, на 20% больше показали тебя там, тут, тут, там. Может это не специально делается, это пока на стадии там обучения робота, но может они его обучат через 5 лет, а за эти 5 лет мы с вами, многие там закроются или еще что-то, или сольют бюджет, или разочаруются в этом, или недополучат прибыль. То есть это все, как говорится, всегда страдает селлер. Собственно подошел к концу занятные ролики с Мартиросовым Григорием на канале Анатомия Дела. Я надеюсь, что ты подписался. Кстати, ну прям вот, ну прям важно, подпишись, потому что смотрят мой канал 80% людей, которые не подписаны на мой канал. Ну это же несправедливо, господи, я работаю, тружусь, вам все отдаю, вот на, на, бесплатно, вот сел, записал, все смонтировал, все залил. Тебе нужно только лайк, подписка, колокольчик.